Стиль барокко — это свобода и страсть. Так считает Якуб Юзов Орлинский, польский контратенор, обладатель редкого голоса, таланта и харизмы. Можно было бы сейчас перечислить его регалии, но лучше самостоятельно увидеть хотя бы одно его выступление. К примеру, видео, которое принесло ему интернет-славу, где Якуб исполняет арию из оперы «Юстин» в Вивальде. Волшебство атмосферы не нарушает даже то, что выглядит Якуб совсем не побороченному в своих мятых шортах и клетчатой рубашке. В интервью Орлинский повторяет, что целенаправленно старается разбить стереотип о классических музыкантах как в узком круге привилегированных. Своим стилем жизни показывает людям, которые не интересуются классикой, что они этой самой классикой могли бы заинтересоваться. И вот очередной пример. В преддверии католической Пасхи Якуб Орлинский выпустил диск и клип вновь на произведение Антонио Вивальде «Стаббат Матор». Этот образец духовной музыки о страданиях Девы Марии в версии Орлинского превратился в тревожные размышления о человеке современном, о нашей зависимости друг от друга и от природы. В том, что Орлинский умеет быть серьезным и вдумчивым исполнителем, мы уже убедились. Теперь давайте познакомимся с другой стороной его натуры. Мы задали Якубу не самые серьезные вопросы, и вот что о нем узнали. Меня зовут Якуб Юзеф Орлинский. Я оперный певец. Первая книга в моей жизни? Если честно, у меня вообще нет предположений, что это была за книга. Хотя, может быть, это был Винни-Пух? Вы же знаете Винни-Пуха, этого желтого медвежонка в футболке. Мы называем его... Акробатом. Я был очень активным ребенком, обожал спорт и разные трюки. Так что моей первой мечтой точно было стать акробатом. Мою посуду. Я супер хорош в этом. Более того, я очень рационально это делаю. Не трачу слишком много воды, разумно расходую моющие средства. В итоге все чисто и блестяще. Знаете, с этим у меня проблемы. Я же музыкант, и мне сложно воспринимать музыку в таких ситуациях. Если я услышу музыку, когда буду флиртовать, это все испортит. Но если выбирать, то я предпочту какой-нибудь эмбиент. Музыку, которая легко ложится фоном, добавляет атмосферы, но не слишком активно. Определенно сладости. Я их так много ем, обожаю шоколад и выпечку. Могу все время это есть. А было ли у меня прозвище? Нет, кажется. Я использовал свое второе имя. Я – Якуб Юзеф Орлинский. И где-то 23 года своей жизни я использовал как основное имя Юзеф. Меня называли Юзик или Джей. Да с кучей людей я бы хотел встретиться. Хотя, знаете, это совершенно разные вещи. Если с кем-то встречаешься на чашечку кофе, ведешь всякие умные беседы. И другое дело, если встречаешься на бокал вина. Хотя я не пью вину. Я бы на стаканчик водки встретился... С кем бы я встретился? Ну, к примеру, с Генделем или Бахом. С кем-нибудь из композиторов. Мне не нравятся. Знаю, это плохо. Но я не читаю комментарии в соцсетях. Это ужасно, но я уверен, что там мне пишут много очень милых вещей. Stand by me. Знаете эту песню? When the night has gone, and the land is dark. I would go to ancient Egypt. В древний Египет. Мне очень-очень любопытно, как они жили. Как все это строили. Как им это удавалось вообще. Довольно много героев в барочных операх, которых я могу сыграть и которыми мог бы быть. Знаете почему? Потому что в барочных операх какие часто встречаются герои? Воин, но романтичный. Героический, из бурей эмоций внутри. То есть такая сильная личность, но хрупкая в глубине. Как, например, Ринальдо. Я пел эту партию много раз и могу сказать, чувствовал себя прекрасно, будто я играл самого себя. Есть моменты, когда я сильный, но и плачу я тоже время от времени. Я плачу.